Акиф и Сениам готовы к свадьбе Адам находится в кризисе из-за секрета, который его мать скрывала от него многие годы. Эту истину будет нелегко переварить. Гарип госпитализирован из-за сердечного приступа, из-за чего Сурея и Фаруку сомнятся в отношениях Исмы и Гарипа. Акиф и Сениам готовы к свадьбе, но во время девичника, подготовленного Суреей, произойдут неожиданные события. Отношения между Ипиком и Фикретом перерастают в новый кризис с приходом Эрхана. Конфронтация Адама с Рейханом заставит его усомниться во многих вещах о себе и принять решение. Господин Гарип возвращается из мертвых. В конце серии у Гарипа случился сердечный приступ, когда он собирался выйти из дома. Этот раздел находят Бурку и Осман, которые приходят в дом, чтобы забрать свои вещи. После того, как Осман сделал массаж сердца, его сразу же поместили в реанимацию и отвезли в больницу. Осман немедленно сообщает об этом своему брату. Эсма, получившая известие от Фарука во время ужина, немедленно отправляется в больницу и остается там на всю ночь. Когда Бурку обвиняет мужчин-барана в том, что случилось с ее отцом, она спорит с Османом. Он холодно относится к Осме. Когда к ним приходит Гарип, их сердца потрясаются. Адам, с другой стороны, потрясен до глубины души правдой, которую он узнает в конце эпизода. Все истины, которые он знал, были уничтожены. Пока она рассказывала своему психологу о кошмаре, который ей приснился той ночью, Джан по ее просьбе отвез ее мать из тюрьмы в больницу и договорился о встрече с ним на следующий день. Адам, который идет навстречу, просит у матери отчет. Единственное объяснение женщины – бараны забрали бы тебя. Я не могла бы остаться без тебя. Адам намеренно врезается своей машиной в стену и уносится прочь с гневом и чувством опустошения. Ипик зажег запал брата Исры в последнем эпизоде. Перед девушкой появляется ее брат, страдающий биполярным расстройством, и возлагает вину на Исру. Фикрет считает, что его мать и Фарук исключили его, он теряет равновесие, когда жена не показывает дочь. Однако он умело отбивается от пришедшего к нему в офис брата Исры. Он ждет перед домом Ипика, видит свою дочь и передает Ипику протокол о разводе. Ипик сходит с ума от своих амбиций. С другой стороны, Делара и Сурея решают организовать вечер хны для своей тети Санем, чего они не могут сделать сами. Они планируют сочетание традиционного и современного. Фарук обманывает Акифа, делая вид, что ему все равно. Акифу надели мешок на голову, связали ему руки и посадили в машину. Они привозят его к месту, где будет проходить вечеринка. Акиф очень напуган и даже продолжает злиться, когда узнает, что это сюрприз. Когда мужчины, которых интересует вечеринка с хной для девушек, идут на вечеринку, они видят, как там раздеваются мужчины, и наступает хаос. Сурея завидует чувству вины мужа перед ней в отношении мира и получает от него пустое обещание доброты. Когда у Гарипбея случается сердечный приступ, он использует этот карт-бланш, чтобы уйти от Исма и Гарипа. Хоть Фарук и не хочет на это соглашаться, он слушает жену и разговаривает с Османом, потому что тот дал обещание. Наконец он тянет ноги, идет к матери и говорит, я оставляю тебя и Гарипа. Я поговорю с детьми и попытаюсь их уговорить. Эсма очень счастлива. Молниеносная свадьба Мюрата и Баде вызывает землетрясение в особняке. Тот факт, что Эсма и Гарипб до сих пор встречаются, вызывает напряжение как у молодоженов, так и у окружающих. Джан, который становится более амбициозным из-за боли бегум, преследует Фарука. Даже решение о разводе Адама и Дилары принимается через Фарука. Узнав, что Сурея беременна, Эмир принимает решение, которое всех расстроит. Если Фекрет найдет письма, это нарушит все балансы. Разбитые сердца причиняют боль. Молниеносный брак Бадея и Мюрата приводит к тому, что в особняк попадает молния. На каждое слово госпожа Исма отвечает ссылка на ее отношение с Гарипом. Баде также не успевает за этими изменениями. Нургуль также оказывается посередине и злится на Баде за то, что тот растоптал ее. Он думает о том, чтобы покинуть особняк. Сурея же говорит о своем желании отвезти Нургуль и Мустафу, которые уже в плохом настроении, в дом, где они планируют встретиться с Фаруком. Чтобы убедить женщину, Фарук говорит ей, что Сурея беременна, хотя она этого не хочет. Госпожа Исма, которая слышит разговор Нургуль, также будет проинформирована. Госпожа Исма объявляет об этом на ужине, куда она приглашает всех, поскольку в особняке уже давно не было хороших новостей. На этот раз Фаруку пришлось, он также должен рассказать Эмиру. Эмир хочет провести в школе презентацию о своей матери на женский день. Сразу после рассказа о своей матери он публично обвиняет Сурею в том, что она помешала ее родителям воссоединиться, да еще и в смерти ее матери, которая была опечалена их невозможностью объединиться. Сурея очень грустит, вечером он приятно беседует с ребенком. Фекрет не может увидеть своего ребенка. Насколько он счастлив с Исрой, настолько же он скучает по дочери. Ипик делает еще один шаг и зовет сумасшедшего брата Исры домой. Он объясняет все преувеличенно и искаженно, вводит человека в заблуждение и отправляет его к Исре. Эсма идет к Гарипу, который собирается вместе поехать в отпуск, и говорит ему, что они не могут быть вместе из-за детей. Гарипу становится очень грустно, он решает сдать свои дела и уйти, чтобы держаться подальше от женщины. Собираясь выйти из дома, он отправляет Эсме последнее сообщение, батарея его телефона разряжается, у мужчины случается сердечный приступ, и он падает на землю. Джан, который уже злился на Фарука, теперь злится и на бегюм. Он составляет для Адама план покончить с баранами. Конечно, это план, который они поставили на Фикрета, самое слабое и проблемное звено баранов. Фикрета планируют обмануть по поводу грузовых авиаперевозок, развалить компанию и понемногу начинают им манипулировать. Даже может, он даже использует тот факт, что делара одолжила деньги у Фарука и вернула ему деньги за музыкальную школу, чтобы спровоцировать Адама против Фарука. Пока Адам и Джан пьют в таверне, к ним приходит знакомый им человек. Адам потрясен, когда видит его. Мужчина приходит в компанию и просит отмыть немного денег. Когда Адам, который в долгу перед этим человеком, все еще не хочет участвовать в преступлении, он угрожает ему деларой. Адам беспомощно соглашается. Последним предательством Фикрета является письмо, принадлежащее его отцу, которое он едва крадет из ящика матери. Когда он отнес письмо Адаму, что его отец Февзи хотел дать ему фамилию Баран, он понимает, что позаботится о матери и о себе. Но мать не хочет этого делать, заведя их в тупик, и он переживает самое большое потрясение из всех. Ипик покидает особняк. В последней серии Сурея потеряла сознание о том, что она беременна, она узнала в больнице, куда попала. Она немедленно идет к своему врачу, потому что боится, что этот уйдет, как и ее первый ребенок, у которого случился выкидыш. Она узнает, что находится на третьей неделе беременности. Они решают никому не рассказывать, пока не пройдут первые три месяца. Конечно, упоминаются делара и Саням. Они также прыгают от радости, когда слышат это. Он старается держаться подальше от стресса, как делал бы это, когда происходит так много событий. Делара получает протокол о разводе. Женщина не показывает своей печали двум беременным подругам. Однако, прочитав вечером протокол, он видит, что Адам попросил у него денег на музыкальную школу.